Весной 83-го года 10-летняя американская школьница из штата Мэн пишет письмо советскому руководителю Юрию Андропову. Вы за войну или нет? Если вы против, то пожалуйста скажите, как вы собираетесь не допустить войны? Наверняка Андропову со всего мира приходит множество таких писем. Это выбирают для ответного послания, очевидно потому, что оно из США, от ребенка, да к тому же с самой распространенной фамилией. Девочку зовут Саманта Смит. Удивительный тон документа за подписью генерального секретаря ЦК КПСС. Мне кажется, я сужу по письму, что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера и знаменитые книги твоего соотечественника Марка Твена. Ответ Андропова отводит Саманте Смит роль главной американской любимицы советского народа, какими до сих пор были Поль Робсон, Ван Клиберн, Анжела Дэвис и Дин Рид. Прочитав письмо Андропова, Саманта Смит изумлена. Раньше русские казались мне чуть ли не жителями иной планеты, теперь я поняла, что они такие же люди, как мы, американцы. В письме Андропова приглашение побывать в Советском Союзе. Отправляясь в Москву, девочка не догадывается, что в СССР о ней уже знает каждый. От аэропорта маленькую американку сопровождают толпы журналистов и пионерский актив московских спецшкол. Саманту внимание масс-медиа ничуть не смущает и у нас все поражаются непринужденности гостей. С детской непосредственностью 11-летняя американская школьница задала вопрос, почему русские хотят завоевать весь мир или по крайней мере Соединенные Штаты. Неделю пробыв в Артеке, Саманта отправляется домой в полном восторге от поездки в страну социализма. У сказочной истории трагический финал. Спустя два года Саманта Смит и ее отец погибнут в авиакатастрофе в родном штате Мэн. Субтитры создавал DimaTorzok